Во дворце в тот день было совсем не жарко, но первоклассники, их мамы, папы, бабушки и дедушки не почувствовали этого. В фойе ребятня быстро согрелась, играя с забавным щенком в догонялки, прыгалки, скакалки и шумелки. На втором этаже в мобильной художественной мастерской рождались шедевры кисти самых маленьких школьников. А еще был открыт пункт выдачи подарков. Правком ВСМПО, который и стал организатором праздника для первоклассников, преподнес детям сотрудников завода канцелярские наборы. Чтобы разместить всех гостей в зале, пришлось открыть балкон. Шутка ли, во дворец было приглашено почти 400 первоклассников, и каждый пришел не один в сопровождении взрослых. И весь этот полный зал аплодировал маленьким артистам, посвятившим свой веселый концерт первому дню нового учебного года. Аплодисменты достались девчонкам из творческих коллективов дворца и только двум мальчикам, вышедшим в тот день на сцену. Что по делу, девочки более творческий народ. А народ в зале просто так не сидел. Откликаясь на призывы ведущих, первоклассники вставали со своих мест, танцевали в проходе, хором отвечали на каверзные вопросы и помогали Пятеркиной научить Двойкина учиться в школе. Конечно, по законам жанра Двойкин в финале превратился в Четверкина, а ребята дав клятву первоклассникам. Поспешили домой, делать свои первые уроки, ведь этот пункт тоже был в произнесенной ими клятве.